Учащиеся с ОРВИ могут отсутствовать на занятиях без правки до 5 дней. Норма будет действовать во время высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. К слову, в стране регистрируется небольшой рост гриппа и коронавируса. Однако темп распространения в два раза ниже, чем в прошлом году. В Беларуси начали включать отопление. Первые в списке – детские сады, школы, больницы, поликлиники, музеи, государственные архивы, библиотеки. Чуть позже горячими батареи станут и в жилфонде. К осенне-зимнему периоду в Бобруйске готовы 1128 многоквартирных домов, 777 из них с центральным отоплением. В стране вступают в силу изменения в ПДД. Они касаются обучения и сдачи экзаменов в ГАИ, выдачи водительских прав, принципов организации дорожного движения, обеспечения безопасности пешеходов, водителей и пассажиров. «Белшина» поставит в Башкортостан продукцию на полтора миллиарда российских рублей. Уже подписан соответствующий договор. К слову, предприятие – одно из крупнейших в Европе палуб из Кушин как для легковых авто, так и большегрузов. В Бобруйске мотоциклист столкнулся с МАЗом. Авария произошла накануне днем на Днепровской флотилии. 33-летний местный житель не справился с управлением и упал на проезжую часть. Байк врезался в движущийся впереди грузовик и загорелся. Сам водитель ударился при паркованной автомобиле. Его госпитализировали с множеством травм.